30 мая прошел второй отчетный концерт и цикла шоу. На нем дуэты показали по-настоящему впечатляющие результаты, детальное обсуждение которых идет прямо сейчас. Члены жюри, наставники и участники шоу делятся мнениями по итогам второго концерта, а вы вместе с нами можете погрузиться в этот процесс с головой и увидеть то, что всегда оставалось недоступным для зрителей. У меня вопрос к жюри. У каждого какие-то свои надежды, ожидания есть от конкурса? Думаю, что мы какие-то новые возможности ваши увидим, что ваши наставники раскроют их. Как-то по-другому, в другом амплуа, допустим, или как-то так. Больше всего такие надежды. Ну, понятное дело, что зарождается какая-то хореография интересная, да, нестандартная. Тоже интересно за этим наблюдать. В принципе, в конце будет видно, чего мы ожидаем. Говорить об этом как-то однозначно невозможно. Мы видим новые идеи. То есть, на самом деле, очень разнообразные. То есть, мы видим новый характер, новые движения, элементы движения. А может ли вообще этот проект повлиять на такое немного усталое состояние абхазской культуры в танцевальном плане и так далее? Может ли это как-то продвинуть, дать толчок вообще? Очень отличная молодежь, очень талантливая. И они, их популяризировать внутри, по-моему, в Абхазии очень популярны танцы. Один из самых популярных видов искусства. Но все убирается, опять-таки, в финансы. Правильно? То, чем мы не можем, к сожалению, помочь. Танцы популярны, но получается так, что среди детей. Если бы все дети, которые танцуют в детских коллективах, шли бы потом, хотя бы 10% от них в государственные коллективы, то проблем с участниками там не было никакой. У нас и так, и так достаточно много коллективов в стране. Кто-то хочет развиваться, не развиваться. Это уже нам заметно давно. А если культура отстает от чего-то, от кого-то, наша культура, это уже от всех нас зависит. Мы сами это прекрасно понимаем. Здесь все находимся для какого-то роста. Чтобы вы больше говорили, каждый с ним говорили, я поставил такую-то оценку. Кто-то меньше, если поставил, то объяснил, почему, что не понравилось. Мне, вот лично, мне больше хочется, чтобы на недостатки мне указывали, чтобы я росла в своем. Я хочу сказать огромное спасибо вашим наставникам. То, что они сделали за такое короткое время, это подвиг. Правда. Денису хочу сказать огромное спасибо. Денис, правда, я была удивлена. Вот знала тебя как артиста балета, знала. А вот как хореографа узнала тебя вот на этом проекте. Правда, твой танец меня покорил. Было много того, что вот мы хотим видеть на сцене. Новые движения, новое веяние. И также я видела смысл и лексику танца. Также я хочу обратиться к Аслану. Аслан, правда, вот то, что вы сделали, было на уровне, на профессиональном уровне. Артисты, артисты, вам огромное спасибо. Все, что вы сделали, вот вместе с Асланом, было на профессиональном уровне. Смотрелось очень все четко, синхронно. Танец был бесподобный. Мне очень сильно понравилось, потому что там и была современная стилистика такая была. И народная стилистика оставалась. Эти постановки, на мой взгляд, на самом деле, да, были. Может быть, какие-то помарочки, что-то незначительное. Но все это выглядело на самом деле на достойном уровне, на профессиональном уровне. Ух, с Дениса, хочу начать, правда, на самом деле. Дениса Танец разговаривал. У него прям был смысл у этого танца. И он, на самом деле, я еще раз повторюсь, как и сказал тогда на концерте, то есть его название танца, танец соответствовал именно названию своего танца, на самом деле. Что касается Аслана постановки, тоже очень интересная постановка. Ну, танец нес свою идею. Идею, на мой взгляд, более усовершенственного танца наших движений. И именно то, что они были переделаны, эти движения, какие-то элементы танцев, и добавлено что-то, придуманное именно ими, приукрасило наш народный танец. Получается, на первом концерте вы увидели 14 дуэтов, и все мы разные, наверное, у каждого своя манера. В общем, увидели много выступлений. Было ли у вас такое, что вы забежали вперед, ну, в мыслях, и у вас сложилось вот уже впечатление, кто будет победителем? Или, наоборот, мы ввели вас в такое заблуждение некое, и вам сложно предугадать? Пока, если у нас время, если выступлений, сколько их будет, я не знаю, там может произойти вообще что-то другое. От кого не ожидаешь. Так что сейчас это говорит, и... Ну, я для себя уже немножко... Если вы уже не сделали, то... Ну, каждый для себя, по-моему, понял. Каждого из тут присутствующих, как танцоров, вы знаете наверняка. И вот этот концерт с новой стороны открыл для вас артистов? Как-то по-новому, по-другому, что-то для себя вы увидели? Я могу сказать, даже из своих уже я их по-другому начал видеть. Не узнали. Ну, это тоже помогает, это как подмога. Ну, молодцы. И уже видно, что, может быть, образ приобрели, более солидный образ. Но они как исполнители, я их давно знаю. На самом деле, потенциал, он вообще такой безграничный. Я лично, для меня много открытий было во время концерта. Я знаю, что все профессионалы, какой у них уровень, и не понаслышке я со многими работала сама. И многие прям очень удивили таким прям резким ростом в исполнительском мастерстве именно. Многие были на таком уровне профессиональном, что даже сидела и смотрела, думаю, вообще это та девочка или не та, которая вот была когда-то вот со мной. Мы тоже вот поработали, вот девочки есть, которые работали со мной, ну, там, на проекте. И там был другой, конечно, материал совершенно, другой материал был. А здесь совершенно другой. Да, я на самом деле для себя, я очень много образов увидел, которых, то есть не ожидал увидеть, вот, допустим, том или ином, или той или иной артист. Я не ожидал увидеть, и я увидел новые, на самом деле, новые образы. А насчет оценок, вот мне очень интересно. Мне кажется, что первый отчетный концерт прошел, никто не получил маленький балл. То есть я считаю, что 8 и 9 – это достаточно высокая оценка, не говоря уже о десятках, естественно. И вот мне очень интересно, мы получили такие оценки, потому что мы, правда, все так хорошо выступили, или это все же был первый концерт, и вы решили над нами сжалиться немного, и где-то нам немного завысили. Я знаю точно, что в следующем уже концерте, если мне выпадет такая честь, потому что мы принимаем участие в жизни, то я знаю, что оценки будут уже и 7 будет, и 8 будет, как бы 9-10 это уже будет на самом деле, где будет соответствовать все. То есть там, где будет и полный артистизм, и полная техника. То есть доконченные все движения доработано только в таком случае. То, что я видела на сцене, и было все действие, думаю, что правильно. Ну, с моей стороны. Мы же оцениваем как пару. Правильно. Как пару. Я даже как-то там прокомментировал. Они дополняют друг друга. Если там где-то чуть-чуть можно было снизить, партнер добавил. Ну, где-то, понимаете, где-то наоборот. Потому что Анжела говорит, ну, у нее-то все десятки были. Да не всегда десятки. Всегда. Ну, может, один раз. Нет. Ну, эмоциональный фон, правильно. Ну, я люблю. Ну, я люблю. Ты ему правильно сказал, что играл большую роль на самом деле. Нет, я, мне кажется, что я адекватно судила. Не знаю, кто не согласен с тем, какую оценку я вам поставлю. Скажите, пожалуйста. Дуэт Жанни Алана, Алана Ухат. Мы со своими оценками согласны, абхазский танец, но мы хотели узнать, какие у нас ошибки. Просто тогда нам их не произнесли. Честно, нам все поставили как бы восьмерки, девятки. Мы хотели узнать именно ошибки. Мы-то знаем, что мы как бы заслужили эти оценки, но от вас хотели узнать конкретно вот наши ошибки. Дело не в ошибках, а дело в опыте. Алхат Алана, он, я, к сожалению, с вами очень плохо знакома, а это мой студент. У него большие возможности. Он, на самом деле, может быть замечательным танцором, но пока все, что он делает, сыровато. Вот, собственно, поэтому было, ну, плюс Ива рядышком. Тоже очень замечательные танцоры, но пока это все сыровато в технике. Я тоже согласна, просто еще есть же сравнение. У него потенциал большой. Да, но мы тоже, к сожалению, не знакомы, но вот есть же сравнение, и все познается в сравнении. Правильно, перед вами танцевал дуэт. Я же не могу, допустим, вам поставить такую же оценку, если там технически они вытянули свой номер. Чуть-чуть слабее, значит, чуть-чуть ниже оценка. Просто были такие моменты, где, как бы, ставили десятки, а когда давали микрофон, говорили, как бы, про ошибки, не дотянул, не вытянуло. Вот, как бы, микрофон. За свои оценки мы вполне согласны, я ничего за это не могу сказать. Просто мне интересно было узнать конкретно, за что, как бы, ошибки и так далее от вас. Вы все разные, вы все по-другому, по-разному преподносите. Кто-то, конечно, лучше, чуть-чуть выглядел. Ну, вот я этого хотела узнать, что как бы вы ее лучшее. Вот именно, сейчас вот молодая, самая молодая, наверное, вот она с отцом танцевала. Они так преподнесли. А может, она лучше выглядела, чем отец. Такое не идет здесь сказать. Он уже заслуженный артист, но у нее, и это уже давно, она горит. Она переживает, даже сопереживает с отцом. Вот эти чувства преподносит правильно. Мне кажется, что только им поставили реальные оценки, а остальным возвышали. Мне кажется, нам тоже поставили реальные оценки. То есть, если ставить то, как есть, уже ставить всем. Для меня лично было очень много десяток. То есть, десятка, это должна быть цифра неприкасаемая. Ее должны мы слышать очень редко, а мы ее слышали очень часто. Мне твоя мысль понравилась, потому что ты говоришь, что оценка «десятка» должна быть прям нечто... Да, имеет ценность. Я со своей стороны хотел бы спасибо сказать, особенно за первый танец, за высокие действительно оценки. Спасибо большое. Я увидел там какое-то снисхождение к себе. Ну, вот, чтобы «десятка» мы прям, чтобы мотивировались, чтобы мы стремились к тому, чтобы это получить. Не пожалейте нас на следующий концерт. И через концерт мы будем еще лучше стараться. Насколько я знаю, Сарби Адлиба сказал одному из членов жюри, что эту «девятку» я исправлю, говорит, на «десятку». Вот это мотивация. Такая просьба от всех, наверное, я думаю. Может быть, действительно, наши эмоции зашкаливали, когда мы видели вас на сцене. Это был первый проект в Абхазии. И нам очень было приятно. И эмоционально мы действительно, может быть, и завысили вам оценки, но мы берем это на заметку. Не нарадуемся. Все представят, насколько это сложно. На самом деле оценивать, просто сравнивать, выискивать, искать минусы, плюсы. Очень сложно. На самом деле, не первый раз такая возможность предоставилась. Я никогда не принимал участие в жюри. Да, эмоции, конечно, тоже сыграли свою роль. Но, опять-таки, я возвращаюсь к сказанному, что первый концерт, мы с вами знакомимся, это я лично, мое мнение. На следующем этапе, уже в следующем концерте, был оценок, лично, с моей стороны, я для себя уже изучил заочно всех, как бы, и уже знаю мои представления. То есть, оценка 10-9, это уже будет, на самом деле, где будет, идеально будет сочетаться полностью, скажем, образный палец, корпус, мимика. То есть, мастерство и артистизм. Вы нормально голосовали, кто недоволен, я не знаю, я, например. Нормально все было. Вопрос, что ли, получается, хотя уже это и заметно. Сделайте хореографию модную, чтобы за это нам стыдно не было. Уже это, если заложено много чего, от вас много зависит. Действительно, герой, потому что не каждый пошел на этот проект. Со многими разговаривала тоже. Кто-то какую-то свою версию выдвигает, почему он не пошел и так далее. Не каждый пошел, а вы молодцы, что сделали этот выбор. И вас, и мы на вас смотрим с другой стороны. Много чего мы увидели, то, что мы не ожидали увидеть. Было ли то, чего вам не хватило от артистов? Что тогда помнить нужно нам? На сцене. У каждого индивидуально. У кого-то техники не хватило, у кого-то артистизма не хватило. А сейчас конкретно, вот я не могу сказать, у каждого, да, у кого-то все, чтобы было достаточно, поэтому есть, наверное, десятки. Это так и было, так и будет. Вечно будет продолжаться. Да, потому что конкурс есть конкурс. Снова-то где-то недостаточно. Даже вот я, например, не ожидала от одной артистики, которая... Сейчас не буду говорить, потому как она, поименно, да, но я ждала прям, ах, взрыв такой. Но не дотянула в свадебном танце в конце. Я не могла ей десятку поставить, я ей поставила девятку. Хотя в душе мне было так больно, что она вот это не сделала. Но, к сожалению, конкурс есть конкурс. На самом деле, все мы знаем, что такое абхазский танец и насколько сложно его танцевать. Две минуты продержаться на сцене в таком темпе, это очень сложно. Ребята просто начинали все, прям зажигали, начало было. Но из середины танца уже шли практически большинство на спад. Потому что, ну, это нормальное время. Физически тебя начинает не хватать. То есть ты не дотягиваешься. Хотя из этого были движения недоконченные некоторые. Понимаете? То есть такой элемент. И еще один момент хочу добавить. Вот особенно к ребятам хочу обратиться. Да, понятно, когда мы на сцене, мы все горим, мы все хотим себя проверить. Но мы должны забывать о настоящей, реальном партнерше. Больше мы, бывает, начинаем работать сами с собой, нежели давать акцент на партнершу. В этот момент тоже возьмите во внимание. Все это, лично, мое мнение. Вот еще хотелось спросить. Я изменяюсь, хотелось спросить. Каждый из вас же знает свои ошибки, правда? Конечно. И вы вот как себя оцениваете? Я считаю, что это для вас стимул к росту. Как вы сами себя оцениваете? Не то, что я могу неадекватно судить, допустим. Она может наоборот. И вы не должны прислушиваться к нашим оцентрам. Вы должны просто сами здесь внутри себе поставить цель, двигаться дальше. Я протанцевала 30 лет на сцене. И я всегда хотела рост так. Что бы ни было вокруг меня, я хотела быть лучше. И, не знаю, бог свидетель. И вроде бы у меня что-то получалось. Была заслуженная, сейчас тоже заслуженная артистка. Была ведущей солисткой. И я думаю, что каждой девочке и парне хочется быть лучшим. Мы, может быть, это не показываем, но внутри нас это горит. Это огонь. Диана, прошел уже месяц со старта проекта. И вот 30 мая прошел второй отчетный концерт. Как твои ощущения? Что понравилось? Что не понравилось? Довольна ли ты выступлением вашего дуэта? Ощущения, чувства очень смешанные. Как бы есть и позитивные, немного, так скажем, негативные. Не в плане того, что что-то пошло не так. Так как мы ожидали от именно нашего выступления, от нашего дуэта немного больше. Но так как мы хотели станцевать, у нас немного не получилось. Но я не считаю, что это какой-то провал. Я думаю, что дальше мы сможем больше, еще лучше порадовать зрителей нашим выступлением. Как-то так. А что тебе больше всего запомнилось, может быть, в реакции зрителей или в самой атмосфере, которая царила на концерте? Было волнительно? Волнительно было, конечно. Так как мы презентовали новый танец, который нам поставил наш наставник, Денис Иновш, по огромному за это спасибо. То есть нам очень понравилась реакция людей, реакция зрителей на то, как мы выступили, наш танец, новые движения. То есть мы как-то стилизовали абхазские движения, добавили что-то новое, что-то оставили. У вас сейчас проходит рабочая такая встреча, на которой вы обсуждаете как раз итоги с жюри, с наставниками. Есть ли у тебя какие-то претензии, недовольства, может быть, что-то, что хотелось бы поменять? Не могу сказать, что у меня есть какие-то претензии и недовольства, так как жюри сначала с нами знакомились, так скажем. Это был первый такой ознакомительный концерт с участниками и артистами. Я думаю, что пока у меня никаких претензий нет, но я не думаю, что они в дальнейшем тоже будут, так как всё-таки это как бы рост для танцора, этот проект. Я думаю, что на этом фоне мы все как-то вырастем как артисты, как личности, так скажем, как танцоры. Пожалуйста, чего ты ждёшь по итогам проекта? Вот как раз профессионального роста, может быть, каких-то новых идей, вдохновения, или ты всё-таки пришла за победой? Скажу честно, когда мне мой партнёр предложил участвовать в этом проекте, я вообще не спросила, что там будет в конце. Ну, как бы мне это не было особо интересно, так как я уже почти два с половиной года не танцевала на сцене и не состою в каком-либо коллективе. Я танцевала в государственном ансамбле имени Канди Татарба народного танца «Кавказ». Первый концерт, когда у нас был, у меня было такое ощущение, что я впервые в жизни выхожу на сцену, хотя я уже с детства, можно сказать, танцую. И танцевала в коллективе семь лет, и для меня выходить на сцену было очень легко, но вот как я стала участницей данного проекта, мне немного тяжеловато, так как на сцене только ты и твой партнёр, они тебя оценивают, как бы есть жюри, есть люди, которым ты, возможно, не нравишься, или даже кому-то нравится то, как ты исполняешь, то, как ты танцуешь, но это всё-таки рост, как бы я считаю, это отлично. Первый концерт прошёл гораздо спокойнее, чем второй. На втором концерте было волнительно, но пока мы находились за кулисами, как только мы вышли на сцену, волнение отступило, и лица зрителей, аплодисменты были потрясающие. Зритель очень тёплый, хотя очень избалован. Поэтому мы выложились на все 100%, но нам есть к чему стремиться и куда расти. Первый концерт был такой немного более лёгкий для исполнителей, потому что мы танцевали те танцы, с которыми более-менее мы знакомы. Второй концерт – это уже и сюрприз для зрителей, и сюрпризом для нас было что-то новое, более современное, в современной стилистике танцевали. Поэтому немного было волнительно, чувствовали, как бы напряжение прямо в воздухе было. Но с выходом на сцену, конечно, оно немного растворилось, и зал очень хорошо поддерживал. Особенно на второй наш выход стоило только на пальцы встать, и весь зал загудел. И это было очень приятно, это дух поднимает естественно. Все команды и все дуэты исполняли танец по мотивам Эминема, его трека из «Восьмой мили». Каково это? Как было готовиться? Было ли это что-то действительно экстраординарное в процессе репетиций? Каково было это исполнять на сцене? Было очень интересно, потому что для нас это новый стиль. И, если честно, я сама для себя станцевала то, что я хотела давно станцевать на сцене. Потому что мы по-другому выглядим, мы по-другому двигаемся. И у нас есть эта возможность показать зрителю, что мы можем и по-другому, что мы можем иначе. И тем самым мы переходим на новый уровень. И это рост для артиста в любом случае. В общем, танцор — это очень неограниченный человек, который может исполнять все, что угодно. Поэтому именно этот танец под Эминема, стилизованный под кавказский танец, нам очень понравился. Я, честно скажу, сразу к концу перейду к тому, что я его танцевал бы еще и еще. Но во время концерта я его просто не ощутил, никакой усталости, ничего. Я, наверное, давно так не танцевал в том плане, что я прям загорелся. Что у нас это получается, что у нас хорошо танец идет. И поддержка зрителей. Я, например, за себя скажу. Я весь танец от начала до конца просто был воодушевлен и горел изнутри. Не знаю, если на камере видно было меня, то у меня глаза как две пятерублевые монеты были. Так как мы артисты государственных ансамблей, у нас все равно рамки. Потому что мы должны танцевать программу ансамбля. А тут, благодаря проекту, у нас есть возможность показать что-то новое, стилизованное и представить себя в другом облое. Ребята, вы репетируете практически каждый день, насколько это известно. Вас оценивает высокая жюри. Вы должны показать три номера. Это большой стресс и колоссальные усилия, которые прилагаются буквально ежедневно. Расскажите, что вас мотивирует. Это любовь к своему делу. Однозначно. Потому что искусство требует полной отдачи. Когда ты с душой и с большой любовью относишься к своей профессии, только так, на энтузиазме, ты можешь вытянуть до конца, не сдаваться. И вот нам повезло, что мы застали это время поучаствовать в таком проекте. Ну, мотивация есть, она присутствует, так как мы встречаемся с небольшими сложностями для того, чтобы даже просто порепетировать, стараемся ежедневно проводить репетиции. И они долгие, потому что мы в поисках движений новых, в поиске чего-то оригинального. Я как отец троих детей скажу, что найти время на это очень сложно. Где-то даже поперек семьи идет то, что время отнимается дома. Но это, опять же, это любовь к своему делу. Как сказал один из участников этого проекта, молодой парень, он после того, как с моей подачи его привели на проект, он после разговора спустился и сказал, что это то, о чем я всю жизнь мечтал. Он так поделился со мной. И я думаю, это проект то, о чем мечтал практически каждый танцор поучаствовать. И те, которые не приняли вызов на этот конкурс, я думаю, со временем все-таки пожалеют и передумают, потому что это, опять же, эксперименты, это что-то новое, поиск новых движений, новой какой-то хореографии для нас лично. У вас сейчас проходила встреча с членами жюри, с наставниками. Вам удалось все обсудить, получить все ответы? Ну, естественно, в рамках часовой, наверное, встречи обсудить все, что наболело, все, что на сердце, конечно, очень сложно. Тем более у нас много человек, несколько представителей жюри, и все именитые такие люди, все их знают прекрасно. И хотелось бы, конечно, задать им побольше вопросов, чтобы они поделились каким-то своим опытом, высказались более откровенно на какие-то вещи. И у нас, у танцоров, тоже созрело огромное количество вопросов, которые откровенно, наверное, в рамках съемки тоже тяжело было. То, что нас сегодня собрали вместе, это большой плюс, потому что мы должны слышать друг друга. Помимо того, что мы создаем на сцене, естественно, мы должны получить достойные оценки. И строгость жюри, она только приветствуется. Мы ждем дальше второй концерт. Немножко провокационный вопрос, но прежде всего это конкурс. И чувствуете ли вы конкуренцию, напряжение, или как вообще оцениваете атмосферу, которая царит в рамках проекта? Атмосфера благополучная. Ну, конечно, с командой соперников мы видимся реже, гораздо только на прогоне и на концерте самом. А внутри команды у нас чудесные сложились отношения. Особенно хочу подчеркнуть тот момент, что у нас есть командное задание, и оно сплотило коллектив. То есть каждый хочет быть лучше, показаться лучше, станцевать лучше, но именно командное задание нас очень сдружило. Это вот большой плюс, что есть такое задание. Честно скажу, что конкуренция не особо чувствуется. Ну, она как бы за спиной где-то висит, естественно, потому что каждый пришел на проект со своими идеями, со своими мыслями какими-то, и он хочет донести это как-то до зрителя, проявить себя, и никто не хочет уступать. Это, естественно, правило любой игры – это выиграть. Но со своей стороны скажу, я люблю откровенно говорить, что для меня победа в этом конкурсе, она ничего не означает. Абсолютно для меня означает именно опыт, тот, который я приобретаю в этом конкурсе. Находясь рядом с такими довольно-таки известными танцорами по Абхазии, мне это приятно по душе, мне все нравится в проекте. Но конкуренция, она само собой как-то будет погашена общими какими-то эмоциями командной работы. Так что я думаю, рука об руку, мы все просто дойдем до финала, а там уже народы и жюри судить. Это все. Спасибо большое вам, ребята. Очень здорово поболтали. Было очень интересно. Я желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!